У нас в гостях сейчас есть компания, которая умеет, собственно, распознавать и достаточно хорошо с этим работает. На связи с нами из нашей студии в отеле Rarad Park Hyatt находится Михаил Иванов, генеральный директор Anteclub. Михаил, здравствуйте, я вас приветствую. Работаете в ритейле? Продукты для ритейла, которые связаны, собственно, с вашим технологическим продуктом, есть у вас сейчас, насколько я знаю? Добрый день, коллеги. Да, безусловно, есть, и формально их можно разделить на два класса. Первый класс продуктов, он позволяет бороться с различного вида фродом. И надо сказать, что вот этот вид решений вызывает наибольший энтузиазм на текущий момент у ритейлеров, ровно потому, что он изящно вписывается в те текущие процессы, которые и так есть у любой крупной сети, у любого бренда. Другой класс продуктов, ну, что имеется в виду, если более подробно, да, это и контроль недобросовестных покупателей на входе в магазин, это и контроль за присутствием лиц в зонах ограниченного доступа. Эти вещи, они легко понимаются и легко принимаются ритейлерами, да. То есть, то, что такая классическая безопасность, да, и классический фрод. Значит, дальше есть более сложные истории. Здесь я, пожалуй, соглашусь, на самом деле, с Ехимом, что, так сказать, с точки зрения ритейлеров, мы пока не видим такого серьезного энтузиазма повернуть технологии по распознаванию лица в сторону покупателя, да. То есть, распознавать его на входе, предлагать ему что-то таргетное, делать какую-то демографию, там, пол, возраст, там, определять его эмоции, вот, строить там не просто тепловые карты в магазине, а как раз именно с аналитикой, повторюсь, там, пол, возраст, да, что-то предлагать им на кассе, распознавая его лицо. Потому что, мне кажется, это абсолютно новые процессы, к ним еще, собственно, не готов тот менеджмент, который у ритейлеров отвечает за этот класс процессов. То есть, здесь не вопрос готовности продуктов или технологий, да, все это мы умеем делать, вот, но это нужно, собственно, воспитать тот класс менеджеров, который будет оперировать и принимать решения и выстраивать взаимоотношения с клиентами на базе новой аналитики. А также еще нужно воспитать класс акционеров, которые будут это понимать, принимать и подписывать бюджет. Михаил, а как вы вообще оцениваете вот этот проект Амазон, Амазон Гоу, и он, насколько связан, это практически ваше, простите за выражение, поляна. Там занимаются отслеживанием видеокамеры того, что брал человек, того, что возвращало обратно. Как думаете, взлетит, и у нас такой проект, ну, в отдаленном будущем может появиться? Или у нас кассиры и охранник, это такие базовые ценности ритейла? Ну, у нас не только в ритейле кассиры и охранник это базовые ценности, да, я в свое время сравнивали штат охраны, там, на горно-металлургическом комбинате в Швеции и потенциально в России, да, и там цифры отличаются на порядок. Да, действительно, это базовые ценности, но, тем не менее, знаете, нельзя двигать вперед, например, автомобилестроение, не выставляя неких концептуальных машин, то есть концепт-каров, да, потом понятно, что в серию пойдет что-то иное, несколько отличающиеся, да, но не заглядывая в будущее на 5-6 шагов, невозможно построить будущее завтрашнего дня. И в этом смысле, мне кажется, пример Amazon, он исключительно позитивен. Собственно, это не первый пример, когда пытаются сделать магазин без персонала, когда-то, да, давно, там, не знаю, 5, даже больше, по-моему, лет назад, даже было ближе к 10 годам, да, были попытки сделать все на RFID-метках, сейчас делают на другой аналитике, научились делать что-то лучше, быстрее. Мне кажется, что это исключительно позитивно. И, безусловно, мы идем медленно, там, небольшими шагами, хотелось, может быть, быстрее даже, да, в сторону уменьшения вот такого рутинного, не прибавляющего ценности труда ручного, да, все-таки человек это существо с высокоразвитым мозгом, и оно должно концентрироваться на том, чтобы заниматься интеллектуальной деятельностью. А простые вещи, типа контроль, пробить чек, мне кажется, вполне способны делать машины. И, слава богу, что мы видим, что они это умеют делать. Спасибо, Михаил. Михаил Иванов, генеральный директор «Анте-клаб», был на связи с нами из нашей студии в отеле «Ра-Ред Паркед». Спасибо.